всем доброго дня друзья мои в эти дни ужасно устала и набирала сил хотела что-то снять но уже руки не доходили до этого последние годы очень большое напряжение связи с тем что в мире происходит и в связи с тем что очень много приходится отдавать свои энергии для того чтобы многие наши ребята вернулись живые и невредимые желательно сколько это возможно и это очень энергозатратно сегодня нашелся парень которого считали умершим погибшим но я сказала что он живой и он может выйти на связь скором времени он почти месяц и 10 дней но 40 дней почти находился в очень тяжелом положении как он выжил это просто чудо с минимальным источником воды почти что без пищи ел траву нашли его сегодня и отвезли в госпиталь до силы творят чудеса и это постоянно нам доказывается жизнью и мирозданием но для того чтобы такие чудеса происходили нужно отдать очень много колоссальную энергию поэтому надеюсь на ваше понимание как-то иногда вот вы как-то вот снимаете мало ну я бы не сказал что я мало снимаю мне кажется что вам достаточно 28 тысяч работ пока изучите итак вот сегодня есть появилась энергия я сниму потом приступлю к остальным своим работам друзья мои что связано с кладбищем я вам говорила что на кладбище идти простому человеку просто так нежелательно не понимает для чего и зачем он идет туда тоже нежелательно но определенные ритуалы совершать на кладбище можно это как бы вам сказать это небезопасно в том случае если мастер который вам рекомендует эти работы вам знаком если уже не раз вы как бы делали эти работы если вы знаете этого человека вы знаете что это человек вам плохого не посоветует если вы случайно увидели где-нибудь на сайтах ритуал связан с кладбище мне надо рисковать трогать и делать мир мертвых он небезопасный мир но еще раз говорю если у вас есть сомнения даже насчет моих работ не проводить их пока вы не будете сто процентов уверены пока все вопросы не отпадут пока вы не узнаете четко ясно что и как делать это нормально так и должно быть фанатизма не должно быть ни в каком деле фанатизм может быть только вот такая вот одержимость и фанатизм это связано с твоей работой если фанатично любишь обожаешь свою работу и делаешь правильно вот это единственный фанатизм который оправданный который приносит нужные результаты остальной фанатизм ни к чему ко всему относитесь и скептически и с анализом и с некой критикой изучайте смотрите когда люди приходят и я когда говорю изучите канал они наверное удивляются многие говорят что обычно вот там которые есть ведьма они сразу приходите я вас очищу вот у вас порча еще что-нибудь а вы вот изучите канал потому что они не ведьмы потому что они барыги потому что их главная задача найти вот этот цар-царапа быстрее быстренько заработать напугать и будь что будет ведьма никогда она вообще не любит случайных людей ее должны знать она должна понимать что люди осознают куда пришли что они хотят вот и относительно работы связанных с кладбищем я давала такие работы даю еще дам но они все скажем так не углубленное прям знаете вас заведут в эту вот это черное ремесло они более поверхностные но очень сильные для вас для обычного человека как видите перед вами вот этот домашний пахнут хвост это я на сделал к сожалению не совсем передает камера вот всю красоту она больше под электрическим светом ночью она больше виднеется чем это вот такие вот так вот мини кладбище сделаны я попросила сделать для работ она очень красиво визуально но камера она полностью не передает то есть не нечетко понятно что здесь это надо знать или внимательно смотреть и так кладбище на кладбище мертвая энергия но многие естественно связывают кладбищенскую магию с порчей с проклятием со всякими страшными такими работами на самом деле 90 процентов работы ведьмы и в общем и кладбищенская работа в том числе она направлена в назидание они разрушение кладбищенская земля она как может умертвить человека так и может умертвить его проблемы то есть это уничтожающая сила разрушительная сила но смотря что ты хочешь там разрушить чью-то жизнь или свои болезни например нацеленность должна быть ты должна четко ясно сказать конкретной силам что ты хочешь почему с кладбищем работать обычным людям небезопасно если не проверенные работы если не соблюдать все потому что если вы дома сделайте неправильный ритуал у вас просто не получится если на кладбище скажете неправильные слова у вас будет результат обратный понимаете там слышат все вокруг дышит этой энергии смерти там энергия то есть сокрушающее все на своем пути там сущности и души умерших которые все слышат точно такой же эффект может быть например в таких гиблых местах иногда человек идет домой рассказывает о своей жизни как хорошо там вот молодая девушка что готовится к свадьбе все скоро будет свадьба вот стала возле перекрестка начала разговаривать со своей подругой что она там собирается делать какое платье себе присмотрела и пошла домой а через пару дней жених погиб она даже не поняла почему и что случилось она стоя на перекрестке сказала все свои намерения это может быть чертов перекресток так называется перекрестки где работают ведьмы так называется перекрестки где были часто аварии ли рядом к так называются перекрестки которые проходят через старые погосты а в наше время все там сравняли землей построили дороги понимаете там может быть гиблое место не очень хорошее она встала поговорила вот посмотрите мою лекцию перекрестки в магии многое станет понятно то есть мы должны понимать что есть определенные места где лишнего болтать не нужно я когда хожу на кладбище делать какой-либо ритуал я очень быстро это делаю и ухожу мне ужасно не нравятся свидетели они не должны быть поэтому я всегда начитываю морок когда иду на кладбище чтобы мимо проходили меня не заметили чтобы вообще людей там не было нежелательно людям стать свидетелями этого всего не потому что они мне там что-то скажут скорее всего и не скажут испугаются пройдут но не хорошо они перебьют свои энергии своим этим страхом взглядами мою работу и поэтому на кладбище очень быстро надо говорить и уходить делайте уходить это это место не терпит присутствия чужих людей я знала людей которые любили гулять на кладбище и так они лишились ног чтобы больше туда не ходить бывали случаи когда подростки которые часто гуляли на на кладбище перед выходом воротом открытые ворота выходила девочка ее толкнули прям спину толкнули вперед то есть это все говорит о том что мир мертвых да и вообще кладбищенский мир он не любит чужаков он не любит когда люди просто ходят вот это любителям гулять на кладбище там тихо спокойно хорошо да там тихо хорошо но вы можете подцепить кого угодно и там есть точно такие же непрекаянные души там есть души ушедших людей которые своей жизнью причинили многим боль там есть души и маньяков и убийцы и алкоголиков пропитых которые пропили всю семью и человек то что человек умер это не делать его хорошим понимаете он какой был такая у него душа и после смерти и вот эта ходьба по кладбищам просто гулянки они ни к чему хорошему не приведут но и еще раз говорю ритуал проведите только взятый у проверенного мастера если ваши бедствия бесконечно не останавливаются я как-то вас училась что можно пойти найти безымянную могилу ухаживать за этой могилой чистить его убирать эту могилу и просить помощи рассказывать именно конкретно что у вас происходит говорить как с другом и отчасти это может помочь вам но хочу вам дать именно конкретный ритуал потому что тут может помочь может чуть-чуть помочь может не помочь смотря как человек это сделать в каком был состоянии ритуалы заговоры они для того и созданы чтобы человек не то что как нет некоторые там своими словами своими словами своими словами мы всегда все говорим желаем друг другу удачи и себе желаем но как-то свои слова ничего с места не двигают никакую работу никакое дело согласны своими словами это ерунда заговор Он составлен таким образом, что там есть слова-ключи. И они пробивают эту стену, рушат эти препятствия и помогают человеку менять жизнь. Поэтому свои слова тут вообще ни к чему. Чисто, конкретно, действия и плюс слова. Называется ритуал. Итак, покупайте молоко, желательно деревенское, но если не найдете, можно и с магазина. Просто с магазина оно лишено той энергии, которая должна быть. Пирог. Маленький такой тортик можете взять. Возьмите какую-то емкость, куда вылейте молоко. Чашу возьмите. Из дома не берите, купите новую чашу. Не обязательно дорогую. Обычную керамическую стеклянную чашу. Не пластмассовую. И можете еще... Хотя, нет, эти тортики продают. Там внизу есть что-то, на что ставят этот торт. Свечи. Три свечи. Белые свечи, обычные. Можете там в этой церковной лавке купить, без разницы. Идете на погост. Или на кладбище. Чем они отличаются? Погост это где часовня или церковь и кладбище. А кладбище это просто кладбище без церкви, без часовни. Это кладбище. Хотя уже и то, и то говорят погосты. И там старинные погосты и прочее. Итак, значит, идете на кладбище любой день, кроме субботы и понедельника. В эти дни не рекомендуется идти туда. Вот сыпятся на вас беды, не останавливаются. То болеют дети, то еще что-то. Ну, никак. Вот не знаете, какой удар следующий будет. Устали уже от этого всего. Устали от руганий дома, может быть. Может, вас что-то терзает внутри. Это и депрессию снимает, кстати. Хотя депрессивного человека надо заставить. Прямо вот за волосы вытянуть из дома. Это очень сложно. Ну, возможно. Если у вас близкий человек есть такой, уговорите его это сделать. С ним пойдите. Но до кладбища не заходите с ним. Значит, на это кладбище вы должны сделать на кладбище. Но желательно месяца три туда не заходить. Если у вас там родственники, родные, близкие. Месяца три туда не заходите. Почему так говорю? Потому что я знаю, что люди, которые делают ритуалы на кладбище, и по рекомендации не должны туда ходить некоторое время, как назло начинают родственники звать. Вот пойдем там в этот день еще какая-нибудь бабушка. И они от такой вот безысходности, от того, что неудобно, идут. И ритуал перебивается. Она может отчасти сработать, но вот процентов 40 сработать. Если хотите, чтобы она 100% вам помогла, хотя бы месяца три вы туда ходить не должны. Ну или сделать совершенно в чужом месте, куда вы никогда не пойдете потом. Делается днем, но вот после четырех где-то так, когда солнце начинает склоняться к закату. Хочу вам объяснить, что бедствие, болезни и прочее на кладбище не мертвый берет, который там лежит, не его тленное уже тело, да, прах, а душа помогает человеку, душа этого человека. Или кладбищенская энергия. В этом случае вы обращаетесь не к душе человека, вы обращаетесь к силам, энергиям кладбища. Но при этом, поскольку вы идете к конкретной могиле, какой-либо могиле вам покажут, если вы идете к какой-либо могиле, вы, естественно, должны помянуть ушедшего. Значит, это может быть безымянное кладбище, это может быть похоронный человек, это может быть мужчина, может быть женщина. Сейчас вам объясню, как вам покажут это кладбище. Единственное, не подходите к могиле ребенка. Вот этого делать не нужно. Потому что некоторые спрашивают, а вот после смерти ребенок такой же остается душа? Ведь в нас могут вселиться души и древние, правильно? Если душа ребенка была древнее до того, как родилась, то, естественно, после смерти она будет такая же древняя. Но я хочу вам сказать, что очень редко древние души умирают в молодом возрасте. Они все-таки не просто посланы на эту землю. Они приходят, чтобы вытащить из какой-то бездны свою семью, свой род. Вот лекцию посмотрите «Возраст твоей души», чтобы понять, о чем я говорю. Чтобы научить людей чему-то. Это древние души. Они с определенной миссией приходят в этот мир. И поэтому они не умирают в маленьком возрасте и уходят. Им не дают уйти. Если учесть, что я в три месяца лейкемией болела, то вы понимаете, о чем я. Что в таком возрасте не дали уйти, то не дадут уйти в младенчестве точно. Но если у ребенка была молодая душа, если эта душа только формировалась и пришла на эту землю, естественно, какая она была, такая будет и после смерти. Если была древняя душа, то будет древняя душа. Но древняя душа обычно в детях не бывает. Но иметь в виду в детском возрасте не уходит. Но подходить к могиле ребенка до 20 лет, желательно, если 20 лет умер человек, вот к его могиле не подходить, даже если вас туда привело. Но не приведет. Это на всякий говорю, потому что всякое может быть, это мир мертвых, он не предсказуем. Подходите к кладбищу, к воротам, три раза стучите по воротам. Они будут, естественно, открыты. Но если заброшенное кладбище, сейчас начнут. А если ворот нету? Ну вот подошли вот к началу кладбища, ну на западе, например, нет ворот. К началу подошли к кладбищу и говорите. А если есть ворота, постучите три раза. Для чего этот стук? Есть разные традиции. Где-то нужно, где-то не нужно. Стук, он как бы осведомляет эти силы, что вы здесь. Вы даете понять. Я пришла. Я к вам. Итак, постучите и говорите. Духи стражники погоста, покажите мне ту могилу, которая просит поминания. Еще раз скажу. Духи стражники погоста, покажите мне ту могилу, которая просит поминания. Говорите один раз полголоса. Не обязательно кричать и шепотом говорить не нужно. Нужно полголоса. Духи стражники погоста, покажите мне ту могилу, которая просит поминания. И идите смело. Вас будет просто везти. Вы подойдете к могиле, откройте дверцу, оградку. Значит, ставите вот эту вот емкость, наливайте туда молоко, возьмите с собой пакет, чтобы этот мусор вынести с собой. Наливайте молоко туда. Та часть, то есть, если там не поместится полностью, вылейте на могилу, вот аккуратно. Не на плиту, а на могилу, чтобы всосала земля. Далее убирайте эту емкость с молоком. Значит, ставите этот тортик или пирог. Ну, откройте, естественно, и на вот на чем-нибудь, вот прям так открыто поставьте на могилу. Обычно вы становитесь на изголовье, потому что камень, памятник, как правило, ставят у ног. Поэтому вы станете у изголовья, у шедшего, ставите три свечи, зажигаете и говорите, можете читать, естественно, не с телефона, чтобы телефон вас не отвлекал, выключите. Зайдете, выключайте, выйдете, только тогда включайте. Значит, перепишите. Тут не очень много, можно переписать и прочитать. Читайте каждый раз, кланясь. Вот вы поклонились, прочитали один раз. Слово поклонились, прочитали. Снова три раза кланяйтесь и читайте. Потом берете этот пакет с мусором, там сумку, если там положили или повесили на оградку. Уходите без оглядки домой. Но перед тем, как прийти домой, можете, конечно, по делам своим сходить. Прежде чем зайти домой, всегда с кладбища, когда идете, прежде чем заходить домой, зайдите куда-нибудь. Даже если вы на машине там сели и поехали, перед тем, как доехать до дома, заходите в любой магазин, торговый центр. Две минуты может там погулять, выйти и обратно поехать. Или по своим делам сразу же с кладбища домой никогда не заходите. Вы как бы чертите дорогу с кладбища домой. Одна умная женщина в кавычках после смерти матери попросила сына и мужа дорогу сделать с кладбища домой. Прям снег почистили они, чтобы ей легче было из дома до кладбища идти. И что вы думаете? В течение года погиб муж, а потом сын. Она всех потеряла. Она дорогу открыла с кладбища. Я вас сейчас не пугаю, я просто говорю, меры предосторожности соблюдайте. Оно может ничего не быть, может все нормально, а может быть. Понимаете? Не оглядывайтесь, не смотрите. Даже если вас позовут знакомые голоса, это не люди. Повернетесь, никого нет. Почему этого не надо делать? Потому что, когда вы поворачиваетесь, вы их не видите, они вас видят. Ведут тоже, да, и идут за вами. Вы глазами встречаетесь с ними, и вы их забираете к себе домой. Вот поэтому с кладбищем надо быть осторожным. Много раз подумайте, не кидайтесь делать эти работы, пока вы не сидите, не изучайте мой канал, там, года два хотя бы. Не кидайтесь сразу делать эти работы. Есть другие попроще, например, остановить крушение судьбы, это можно дома сделать. Он ничем не уступает. Просто у каждого свое, понимаете, человек может просто один заговор начитать, у него все дела просто поменяются до неузнаваемости. А есть человек, может сто ритуалов делать, только тогда поменяются по-разному. Поэтому я и даю разные работы, потому что кому-то нет никакой нужды идти на кладбище, у него и так все поменялось и хорошо, а у кого-то никак, ему придется идти туда. Итак, первая часть. Подходите, постучали, три раза сказали. Духи стражники и погоста, покажите мне ту могилу, которая просит поминания. Пошли, вас повели. Вот какой могиле вас повели? Ощущение, что вот сюда. Подходите, открываете ограду, наливаете молоко, ставите этот тортик, зажигаете три свечи, кланяйтесь и читайте следующий заговор. Как тебя, покойник, привели сюда и навеки оставили, так и я привела сюда свои беды и навеки оставила. Поминаю тебя, покойник, вечная тебе память и вечный покой, а ты помяни мои беды и неудачи, помяни с меня все лихое и все плохое на ныне, на вечно и на бесконечно. Заклято. Если имя покойника написано, можете говорить. Как тебя, покойник, Алексей, Андрей и так далее. Как тебя, вот, сказали один раз, снова поклонились и говорите. Как тебя, покойник, привели сюда и навеки оставили, так и я привела сюда свои беды и навеки оставила. Поминаю тебя, покойник, вечная тебе память и вечный покой, а ты помяни мои беды и неудачи, помяни с меня все лихое и все плохое на ныне, на вечно и на бесконечно. Заклято. Снова поклонились. Как тебя, покойник, привели сюда и навеки оставили, так и я привела сюда свои беды и навеки оставила. Поминаю тебя, покойник, вечная тебе память и вечный покой, а ты помяни мои беды и неудачи, помяни с меня все лихое и все плохое на ныне, на вечно и на бесконечно. Заклято. Сказали, собрали все свои вещи и уходите без оглядки. Не оборачивайтесь, что бы ни случилось. И дальше соблюдайте все меры безопасности, как я вам и сказала в начале ролика. И результат какой будет? Результат будет такой, беды остановятся. Остановятся и начнется передышка. Это больше нацелено на то, чтобы остановилась катастрофа. А дальше вы сами должны уже призывать удачу, начитывать. Это вам не принесет удачу и там деньги. Это не на это рассчитано. Рассчитано, чтобы прекратились вечные проблемы. когда они прекратятся, дальше уже вы сами посмотрите, как и что надо делать, чтобы призвать эту удачу. Для этого есть другие работы. Желаю вам удачи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok